Привет, с вами Гатлайт, вот решил снова залить ролик из рубрики «Как играет», и чаще всего в комментариях я видел просьбе взять демку именно топ-1 Казахстана. На деле он оказался весьма жёстким игроком, сейчас на фейсите у него 3849 элла, 72% винрейта, 1.6 кд, и за последние 20 матчей кд даже выше, то есть он постоянно доказывает свою стабильность, и уверен, что ролик вам зайдёт. Демка была действительно интересна, её было приятно смотреть, поэтому и вам приятного просмотра. А мы начинаем. И как всегда, глядя на такие игры с самого первого раунда, мы понимаем, что здесь сложно оценивать игру конкретного игрока на карте, потому что зачастую на таких высоких рангах играют команда против команды, и индивидуальный скилл здесь, конечно же, решает, но не в той степени, в которой он может решить в том же матчмейкинге, где все играют в основном соло. Здесь кт-шник совершил глупую ошибку, не знаю, зачем он топал и пушил китчен, но думаю, что это будет неплохой отсылочкой к следующему ролику. В данной ситуации кт-шники решили сделать укрепление точки B, именно поэтому террористы свободно зашли на Аплент. Это что мы видим? Кровный, если не ошибаюсь, надеюсь, что правильно читается, ждет поджим именно в этой точке. Сейчас он сидел на подъеме терровского респа и ждал спину. Не знаю, лично я такого матчмейкинга никогда не видел, но думаю, что вы тоже. Это было бы неплохой неожиданностью. Вернулся по инфе, забрал типа в дефолте и легчайший раунд. И, честно сказать, мне очень понравилась демка топ-1 Казахстана, потому что он играет крайне хладнокровно и, можно сказать, обдуманно. У него есть свои нюансы, вот сейчас его ослепили, а он сразу же спрятался в смоке. Казалось бы, вроде негде больше прятаться, но такие моменты он будет неоднократно использовать даже в этой демке. И вот еще один пример того, почему достаточно сложно оценивать игру отдельного человека на таких высоких званиях. Ребята стоят все вместе, выжидают тайминг, чтобы ворваться на точку B, и одновременно ждут возможный поджим, к которому они всегда готовы. Забирают КТшника, который якобы собрал инфу, что по точке B никого нет. Ведь он запушил, видит, что никого нет. Но его встретило несколько человек, кровно забирает одного, его сразу же разменивает. То есть, практически идет размен за разменом, даже несмотря на то, что у КТшников особо не было денег. По всей видимости, у топ-1 Казахстана стоят бинды на разные сообщения в чат, чтобы подогревать зад своим противникам. Но суть не в этом. Суть в том, что ребята все вместе синхронно выходят в мид, раскидывают все необходимые гранаты и готовы к любым врывам. Таким образом, кровно спокойно забирает врыв шарта, и подсмог будет играть в коннекторе, высматривая дефолт пункта. Дело в том, что там постоянно находился какой-то противник. За 5 раундов они это выяснили, и теперь он его ожидает. И обратите на позиционирование прицела. Прицел находится практически к краю, к краю, из которого может выходить противник. Это и отличие высоких званий от низких. На высоких, на таких хай рангах все играют аккуратно. И никто не будет просто выбегать беспрецедентно и нестисло на голову. Все будут выходить аккуратно чекать. Благодаря такому позиционированию прицела можно спокойно забрать противника, который будет выходить на чек. Именно поэтому мне трудно играть на тех же калашах, там происходит вообще нереальная дичь. Кто-то... Есть потенциально хорошие игроки, а есть вообще просто... Трэш. Довольно интересная ситуация. Кровно через коннектор проник в джангл и уже поджимает спину с сети спауна. Видит одного противника, террориста тем временем на меду, готовый к сплиту этой точки. Видит... Почему он его не видит? По всей видимости, это 4 на 3. 4 на 3 разрешение сыграло свою, так сказать, злую шутку, но ничего страшного. Тем временем ситуация уже 1 в 2. Не знаю, как это произошло, но... Клачевый момент, так сказать. Он знает про одного на Тетрисе. Спокойно с ним справляется. И есть возможность поставить плент. Конечно же, он не знает, где второй противник точно, но бомбу он все-таки установит под КТ и, скорее всего, сместится на эту точку. Да, он идет именно туда. И снова держит прицел возле самой стенки. Отлично, Клач. Я надеюсь, понятно всем, почему он держит прицел возле стенки. Противника не было слышно. Значит, если он и будет идти, он будет идти на шифте. Значит, у него и есть время среагировать на него и убить. Надеюсь, понятно объяснил. Мало ли кто-то. Ладно. В этой игре террористы часто играют через МИД. Даже в своих катках замечают, что если противники постоянно занимают МИД, то им намного легче выигрывать раунды. И они берут намного больше раундов. Кровный спокойно сейчас разобрался с твоими типами около коннектора. Разорвал просто как детей. Забирает третьего в китчене. Про одного есть инфа, что он за фаербоксом. Настрелял, так сказать, забайтил на выход и забрал четвертого в голову. Ну, это хладнокровный жесткий игрок, пацаны. Честно, мне нравится его игра. И чаще всего в таких демках мы наблюдаем огромное количество раундов именно за стороны ктшников. Все-таки эта сторона сильнее, но данный матч не тот случай. Здесь террористы неоднократно нам показывают, что очень важно выходить в МИД. Делают дефолтный раскид, фаер в коннектор, смог на проход по шарту. И тиммейт накинул ему флешку в тот же коннектор, чтобы максимально обезопасить его, так сказать, проникновение в джангл. Я уверен, что это было спланировано заранее, потому что видно, что кровный действует по определенному плану. Он целеустремленно двигался по шарту и сразу же запрыгнул в окно. В этом и заключается командная игра. У них есть какой-то план на раунд, и они его придерживаются. Забирает коннектор, знает про одного в планете, который почему-то там стреляет, спокойно с ним справляется, и его забирают. Отличная командная игра, и просто, ну, это четко. Интересный раунд с крутым клатчем, но здесь будет 4 убийства. Если бы я показал только 3 клатчевые ситуации, вы бы спросили, где же 4-й килл, вот 4-й килл. Противника он не ожидал, но все-таки с ним справился. Сейчас намечается выход под б-плент, авик аккуратно все прочекивает. На карте мы видим, что справа стоит противник. Второго не ожидал увидеть, кровный его забрал и ставит плент. Ставит плент под шорт, потому что его тиммейт находится в меду, и в случае чего он успеет прийти на тот самый шорт и спокойно доиграть этот раунд. Ничего не удается. Ситуация 1 в 2. Кровный сразу занимает китчен. Услышал, что бросается флешка, и до ее взрыва пикнул противника. И сразу же моментально буквально забрал шорт. Хлоднокровный, интересный и жесткий персонаж. И я должен отдать вам должное, ребят, потому что именно благодаря вам я время от времени смотрю демки и записываю их для вас. Даже позиционирование прицелов в таких катках довольно сильно сказывается и на моей игре также. Забирает уже двоих, и видимо коннектор его стихия. Вот честно, когда посмотришь на какие-то хайлайты симпла, а потом идешь играть в катку, ну стиль игры как-то будто бы переманивается. Позиционирование прицелов появляется на строй. Именно это я получаю с таких вот просмотров демок. Надеюсь, что вы тоже. И за сторону КТ будет не столь много раундов, сколько за террористов, потому что у нас и так много демок. Замечает одного в андере, спрыгивает, пытается его убить, его тиммейт сразу же забирает с меда. И кровный не прячется в смоках, а под смок аккуратно находит позицию, из которой его будет плохо видно. При этом он сможет кого-то убить. Именно так, я не знаю, опытные игроки постоянно используют окружающую среду под себя, максимально под себя. И честно, такого в том же матчмейкинге я практически не вижу. 10-13, как видим, террористы в этом матче все-таки немного сильнее, потому что за первую сторону вообще был полный разгром. Решает поджать мид, такого он еще не демонстрировал. На неждание забирает типа, который ждал его с савиком. И спокойно пушает испаун, даже при том, что по нему есть информация. Пробирается спину, аккуратно на шефте все-таки понимает, что может быть по нему информация, однако она не совсем актуальна. Слышится, что один зашел под ковры, дает информацию своему тиммейту, своим тиммейтам. Ковры уже нашивают. Он как Рэма просто спрыгивает, убивает третьего в этом матче. Просто не у этой игры. Ну, собственно, вот так играет этот парень. Дэмкабло действительно интересно. Надеюсь, что вам зашло. Если зашло, ставь лайк обязательно, подписывайся еще обязательно. Это очень важно для каждого из нас, кто делает контент. А с вами был GetLight. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok